Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Вы пишете, что мы живем с мужем, два года в браке, но не пишете при этом о том, как вы их познакомились, как у вас отношения выстраивались до брака, что у вас было при развитии отношений, и в какой момент начались у вас трудности бытовые, эмоциональные, как я понял, и материальные, которые, собственно, и приводили к ссорам на грани развода. Вы пишете, что были трудности, значит, и каждая ссора была на грани развода. А здесь надо для начала строго разграничивать его ответственность за ссоры и вашу, и понять, что вот тот свой склад в эти конфликты, которые вы вносите, он связан с вашими собственными проблемами. А на человека, на своего мужа, вы свои конфликты, противоречия внутренние, может быть, страхи, просто-напросто спроецируете. То есть, не разобраться до конца в себе, видимо, будучи не совсем в состоянии устраивать отношения, искать компромиссы и так далее, не имея возможности сглаживать углы. Вы, значит, выступили в отношения, и в них, в этих отношениях вы ссоритесь с мужем. И вот, когда вы говорите, что каждая ссора была на грани развода, то нужно немножечко изменить вообще то, как вы это говорите. Не каждая ссора была на грани развода, а говорить, что я в конфликте веду себя так, что он приводит нас к грани развода. Ваш супруг, он тоже ведет себя, может быть, не самым лучшим образом, но мы-то говорим про вас. И нужно понять, где ваша ответственность, где ваши границы, и что вы требуете от своего мужчины, от своего супруга. Далее, сейчас, чем дальше, тем хуже. Ну, это логично, потому что проблемы у вас появились, вы их никак не решаете, а ссоры проблемы не решают. Он человек работливый, но жаскнутый и тихий, и хочет просто спокойной жизни. А я могу устроить бурю в стакане воды каждые две минуты. И не знаю, как это исправить. Так. Ну, во-первых, как я понял, и он был тихим, и вы были довольно эмоциональны, еще в начале брака. И я бы даже сказал, наверное, до брака. Ну, судя по всему. И вы принимали его, он принимал вас, ну, иначе вы бы не поженились, наверное. И, в общем-то, все какое-то время было хорошо. А потом, в какой-то момент, вы друг друга принимали, перестали. Либо он вас, либо вы его. Ну, скорее всего, вы его. Вы его перестали принимать. Таким, какой вот он и есть. И здесь я хотел бы задать вам главный вопрос. Изменился ли ваш муж? Помимо того, что вы вышли у него из заверия, помимо этого, это как бы следствие вашего поведения. Изменился ли он? Ведь из-за чего-то же у вас были ссоры, вы же как-то какие-то конфликтные ситуации речали, наверное, еще до брака. Правильно? И вот именно момент первой ссоры он определил все ваше дальнейшее существование вместе. Но я хочу сказать, что вы разные, но вы друг друга приняли. Это было сознательно. Потом что-то поменялось, видимо. Вот что поменялось, нужно обязательно найти и прям проанализировать, дабы понять, в чем проблема. Далее. Вы говорите, что значит, я не знаю, как исправить то, что я вот такая эмоциональная и могу устроить бурю в стакане воды. То есть, по сути, вот свой скандал на ровном месте. Здесь эмоциональный интеллект, граница ответственности, опять же, и распутывание клубка ваших собственных противоречий, которые, собственно, и порождают эту самую бурю. Полагаю, что ваша склонность к взрывам эмоциональным связана с определенными внутренними опять же противоречиями и с вашим собственным предстоянием, а также с значением для вас семьи, вашего мужа и так далее. В другой стране, если вы изначально были такой эмоциональны и были такой всегда, то здесь уже вопрос к мужу. А зачем это исправлять вам? Если вы такая были всегда и он вас такой принял, то как бы надо отвечать за свой выбор. то есть кто-то из вас не несет ответственности за себя, я полагаю, что оба в той или иной степени, и вы вот отчаянно пытаетесь взвалить на человека то, что научится нести вам, то, что зависит от вас. То есть, например, ваш муж, если он хочет спокойной жизни, он явно не того человека взял в зоне, судя по всему, а вы, если вы эмоционально, и если вам нужно разговаривать, но опять же не того человека взяли в себе в музея, но тем не менее, вы выберли друг друга, значит, что-то было, значит, вас это связывает, и вот это что-то вы либо забыли, либо оно обесценивалось. Далее, в начале брака отношения были очень доверительны, а его разнутость была только в общении с матерью. Отца его пять лет нет семьи, это большая травма. Так, отца пять лет нет семьи, это большая травма. Ему двадцать шесть лет, двадцать пять, значит, отца нет двадцать лет. И вам не кажется немножечко подозрительным, что двадцать лет человек надзывает травмы то, что у него нет семьи отца. То есть, если я вас правильно понял, отец ушел. А, вы написали нет живых, простите, я подумал, нет семьи, нет семьи, нет живых. Да, это большая травма, но опять же, скорее всего, это чувство вины здесь, то есть, очень интересно, люди именно впадают в депрессию и засмеются близкие, без близких, потому что есть чувство вины перед теми, кто ушел, и с этим вот чувством вины нужно работать. за что человек чувствует себя виноватым, почему он чувствует себя виноватым перед очередем и так далее. Но в любом случае, травма была до вас, и вы эту травму, среди по всему, приняли его, соответственно, вы взяли на себя ответственно. значит, я понимаю, что его травма, она определенным образом влияет на ваши отношения, на него самого, но при этом вы не пишете как именно, вы просто говорите, что у него есть проблемы. Если у него есть проблемы, если это его большая травма, то нужно с психологом работать и так далее. В смысле, это довольно-таки действительно серьезный момент в жизни человека. Саля, он свои проблемы говорил только мне, больше ни с кем не делился. Ну, хорошо, хорошо. То, что он говорил, ваши вам свои проблемы, это здорово. Вопрос в том, насколько это было эффективно, то, что он вам рассказывал свои проблемы. То есть, если человек просто рассказывает проблемы и не имеет при этом какой-то стратегии поведения по решению или купированию хотя бы этих проблем, то разговоры о них это просто, по сути, это просто слова и не более того. Для вас это был показатель доверия. Кстати, а со своей стороны, вот вы говорите, что у вас отношения были очень доверительны, а со своей стороны вы как-то доверие своему мужу проявляли, там это вы про себя здесь не очень говорите. А теперь, значит, после всех выносов мозга я вышла из круга доверия. Знаете, вот это очень печально, то, что вы говорите. дело в том, что да, вы выносили ему мозг, но вы не предавали его, и пока вы не написали ничего такого, что можно было бы интерпретировать, как использование того, что он вам говорил, против него же. Если это было, то это одно, это у вас идет из семьи, из детства. Такая вот, может быть, стратегия поведения в ссоре, как можно сильнее унизить человека. Но вы просто говорите, что вы выносили мозг. Вы не написали того, что, например, обращали против него то, что он вам говорил, значит, и поводом для выхода из круга доверия, вроде как нет. Кроме только его собственной условности того, кто может находиться в кругу доверия, а кто нет. Ну, и это, очевидно, не дальновидность, потому что, если женщина выносит мозг, то она неравнодушна к мужчине, и это неравнодушие проявляется вот так, что, опять же, можно было очень легко предвидеть, когда он брал на жены силу вашей эмоциональности. Вот, то есть, здесь либо недальновидность, либо некая иллюзорность в восприятии вас. Ну, и ваша иллюзорность может быть тоже. Сейчас я на шестом месяце беременности вообще не могу себя контролировать, гормон этот милар. Ну, можно, я думаю, как-то медикаментозно это урегулировать, вот, потому что это физиологический процесс. С другой стороны, опять же, непонятно, почему мужчина воспринимает вас всерьез, но уже довольно давно известно, что беременная женщина более вспыльчива. Вы пистили, второй раз ссоримся так, что он меня успокоен, дает подсчетины и уходит из дома. Ну, вот вы говорите, именно ссоримся так. Вы не говорите, я ссорю, вы не говорите, меня это, не вы страх, вы говорите, мы ссоримся. Не вы, не вы оба, вы одна. Вы одноцоритесь, потому что вас что-то не устраивает, потому что вы считаете, что это должен вам давать мужчину. Вполне вероятно, что вы из-за своей эмоциональности не соблюдаете личные границы свои и его, и не надграничиваете опять же ответственность, потому что вашей семье скорее всего так же не уважали личные границы. Ваши и друг друга. Далее, после мы говорим на тему удовольствия, он больше так не может, не видит смысла и хочет подстить себя от этих отношений. Ну, здесь мы имеем место подстить жертва вашего мужа, простите, если вам это неприятно, но когда же говорят, что хочет спасти себя от отношений, он как бы подтверждает это так, что он жертва. А если человек жертва или ведет себя так, то он соответственно занимает себя ответственность. Опять же, за то, что происходит. Ну, например, за свой выбор. Он же вас выбрал. Он же взял вас в жену. Так или иначе. Так от чего здесь спасать? От себя самого, потому что он вас выбрал. Ну, и конечно, эта позиция довольно-таки пассивная. С одной стороны, с другой стороны, вы этого мужчину как бы выбирали и он вам такой нравился, если только это не было какое-то предметное использование человека для своих целей, для своих нужд. Вот. Далее, значит, живем мы у меня с родителями. Здесь вопрос сразу такого плана. Если вы живете с родителями, то как он ладит с вашими родителями, как изначально относился к тому, что вы живете с родителями, как он изначально относился к тому, что вам придется жить не самостоятельно, не на его площади, и как он собственно говоря хочет просто спокойной жизни, если у него даже своей площади нет. То есть здесь, на мой взгляд, наблюдается определенная путаница в ориентирах в первую очередь жизни, ориентирах человека. Даже несмотря на то, что он приезжает. Да, он поступил правильно, он пришел к вам на территорию, но как бы в данном случае территория не его и не ваше, и это не может не вызывать нервозность. Он на год младше меня, ему будет 26. А вот это вот к чему вы сказали вопрос. То есть вот для вас это имеет надшение, что он младше вас? Или это говорит о том, что вы ставите себя выше, и что вы чувствуете себя старше? Или что? Зачем вы это сказали? у него не полная семья. Понятно. У меня тоже. Понятно. Значит, модели нормальной семьи у обоих нет. А что такое нормальная семья, Мария? Хотелось бы у вас узнать, что вообще нормальная семья. Нормальная семья это которая соответствует нормам. не бьет своих детей, не притеняют им боль, а обеспечивают им самый минимум. Но только вряд ли вы посчитаете это нормой, потому что это почти ничего, это почти ничто. Совершенно. у вас у обоих неполная семья. Кстати, у него неполная семья как бы странно, потому что у него мать есть, отец умер пять лет назад, ну да, он умер, но полная семья получается была. Ну, что здесь опять же непонятно что вы вкладываете в это понятие. Тогда неполная семья у него был папа, с мамой общается, папа умер пять лет назад. Нельзя назвать неполной семьей, семья полная просто. Один из родителей как бы ушел, это бывает. Если бы изначально не было одного из родителей, да. То, что у вас неполная семья, опять же, неполная семья у вас обуславливает ваше поведение. Возможно эмоциональность, донор стыльчивость, возможно кто-то вас разложает, а вот такие вещи, все это идет естественно, здесь вам правильная коллега сказала, и с этим нужно разбираться. То есть, я полагаю, что вы поспешили немного выходить замуж и поспешили создавать семью. потому что если, вот вы сами говорите, если нет модели нормальной семьи у обоих, ну пусть по дна вы думаете так, пусть, что зачем вы создавали семью, как вы можете создать нормальную семью и ребенка родить и воспитать, если у вас нет модели нормальной семьи. Ну вот как? О чём вы думали? На что вы надеялись? Без работы с психологом и обращаясь к психологу только сейчас? Не очень понятно. То есть, даже поработать с вами можно, но вы временные, вы вспыльчивые и нет гарантии, что вы готовы к такой работе. Вот с мужем можно поработать, если он хочет это. Конечно. Далее, веры в себя у него тоже мало, но это его проблема. Это его проблема, что у него веры в себя мало. Если веры в себя мало, опять же, зачем брал вас в жены? Если веры мало, зачем вы зашли ребенка? Если веры в себя мало, почему не сделали аборт? Если вы родите, вы будете постоянно ссориться, или тем более разведетесь, таково будет ребенку. Ответственность, ответственность и еще раз ответственность. с работой были проблемы, ну и что? У всех проблемы с работой бывают, тем более в наше время, в настоящее время, везде мне как-то проблемы с работой, даже в Европе. Я все время помогала, тащила все на себе. Так, ну, здесь же вы берете в себя роль спасителя, жертву, снимаете с него ответственность, берете чрезмерно ответственность на себя, зачем, для чего, какую цель вы преследуете подобным поведением, и, собственно, говоря, понимаете ли вы, что это дает мужчине, вашему мужчине возможность быть еще более пассивным, еще более таким, может быть, немного инертным, чем он есть сейчас. То есть, о чем вы думали, когда начинали все тащить, сознавались ли вы границы помощи мужчине, ну, и, собственно, какую цель преследовали, что вам медвину. То есть, если вы готовы тащить все на себе, то, да, такой мужчина вам подходит. Если вы хотите, чтобы мужчина делал что-то, то ваше поведение, оно неверное, потому что вы занимаете мужскую роль, мужскую позицию, и если вы начали тащить, то прийти тащить на сухой уже постоянно, а вы говорите, что вы это делали, а сейчас перестали. он видит все в негативном свете. Но это пессимизм, вообще пессимизм, будучи определенными установками, не является чем-то плохим до определенного момента, конечно. Но опять же, если он был таким изначально, то вы его так и приняли, если он стал таким, что это его ответственность, но и вас тоже. И не нужно себя винить однозначно за это, но и полностью себя ответственность снимать тоже не стоит. Нужно понять, как вы повлияли на него, вот это влияние убрать, а ему помочь справиться с остальным самому. Это он хочет, и это он видит в это проблему. Вообще у вас есть претензии к нему, но вот к себе как-то претензий помимо того, что вы эмоциональны, больше вас нет, а вы мало говорите о себе, много говорите о нем. То есть помимо того, что вы занимаетесь в себе ответственность, и помимо того, что вы называете себя эмоциональны, ну как-то больше я не вижу пока в вашем тексте ничего такого критического по отношению к себе, зато к нему претензий вас довольно много. В отношении практически никогда не было диалога. А как же тогда доверительное общение, когда он рассказывал вам свои проблемы, или это был монолог? А как же если у вас не было никогда диалога, семью создали? Как же у ребенка сначала? Ну а что вы рассчитывали дальше? То есть что вы думали что диалог с собой наладится? Непонятно. Он отказывается искать решения проблем и каких проблем? Чьих проблем? Ваших проблем? Ваши проблемы нужны решать вам самой. В каких проблем он отказывается искать решения? И если он вот такой пассивный, если он не верит в себя, то естественно он не будет решать эти проблемы. Тем более, что вы на себе все тащили, и он видел, что у вас это получается лучше. Вы маникации его подавляете, и вообще не оставляете ему никакого выбора и возможности самому принимать решения и проявлять свою активность. Если так, то да, и требуете постоянно от него какого-то поведения, если так, то вам нужно немножко притормозить и перестать это делать, перестать от него требовать, и просто изменить свою модель поведения немножечко, больше оставлять ему на разрешение сделать так, как он хочет. Вот какие-то проблемы, да, вот точно делать так, как хочет. А вы говорите только о том, что вам нужно, что вы хотите, что вам необходимо. Не то, что он делает неправильно, это вы хотите. Я говорю, что я вот хочу в этом. И старайтесь объяснить ему, почему вы хотите именно этого и именно сейчас. Ответы на ваши вопросы. Опять же, непонятно, почему должны отвечать на ваши вопросы. Ну, он хочет, он отвечает, он не хочет, он не отвечает. непонятно, откуда эти требования у вас. Вообще, у меня сложилось ощущение, что вы требуете от него того, чего не получили в своей семье. И требуете от него того, что считаете, должна вам дать семья. Еще у меня сложилось ощущение, что вы хотите создать семью, хотите иметь семью. Если я прав, то вопрос зачем? Зачем вам семья? Сознаете ли вы, что семья, она ничего не дает? Сознаете ли вы, что семья, она семья, это такая сфера, куда вы вкладываете, вы не получаете, вы именно вкладываете только. вкладываете я не даю ему развода. Как быть? Ну, интересный вопрос, конечно. А как вы сами считаете, вы любите его, вы об этом ничего не говорите, любит ли он вас, вы об этом тоже ничего не говорите, если у вас желание быть друг другом или нет, чем вы руководствуетесь, когда не даете ему развода. Чем вы руководствуетесь? Вот, знаете, я даже, наверное, специально не буду вам давать варианта того, чем вы можете руководствоваться. Хочу, чтобы вы сами подумали, чем вы руководствуетесь, не давая ему развода, и ответили. И спросили себя, тот ли это мотив, который может быть направлен в семью на вашего супруга, и который может быть стоящим для того, чтобы не давать развода человеку. Я не могу понять, что себе нужно изменить, чтобы спасти отношения, и знаю, что он ничего делать не будет, а поэтому боюсь, что сядет на шею. У вас, конечно, довольно длинные предложения. Я не могу понять, что в себе нужно изменить. А зачем в себе что-то менять, если вы такой изначально были, и человек вас такой изначально принимал, а потом получается перестал. Если вы изменились сами, то свои изменения надо следить, но в известной степени. Прямо что надо что-то менять. То есть становиться другой, то есть не такой, какая его сейчас, то есть ломать себя, ну это очень вредно и чревато негативными последствиями, поэтому делать так давайте мы не будем. Не будем. Вот. Определить нужно именно вот этот аспект в контексте изменений вас. Далее, он ничего делать не будет. Почему? Опять же, почему он ничего не будет делать? он такой пассивный, но был он такой всегда, если да, то почему вы раньше не боялись, то он сядет вам на шею, а теперь боитесь. Или вы увидели в нем то, чего не видели раньше, то есть спал, например, влюбленных. То есть нужно понять, вам он не показывал этого, или вы не видели. Если вы не видели, и теперь требуете от него измениться в том, чего вы раньше не видели, то это и есть. Перенос ответственности из себя на другого ведь это вы не видели, это ваша проблема, а не его. А он думал, что вы его таким принимаете, какой он есть. уменьшает. Вот. Далее, значит, он сядет на шею, если я буду стараться ему угодить. Ну, вы знаете, я пока не очень увидел, что вы ему старались угодить, пока вы сами говорите, что вы только выносите ему мозг, и непонятно, как вы стараетесь ему угодить. то есть вы боитесь того, чего вы еще не делаете. Или вы готовы ему угодить, чтобы сохранить семью. Тогда вопрос, а зачем? Зачем вы будете наступать себе на гору, зачем вы будете ломать себя для сохранения семьи? Что такого важного для вас в семье, что вы готовы ради этого ломать себя? И быть несчастным значит облекать на несчастье и своего ребенка. Вопрос. Далее, значит, вчера сказал, что была ошибка, что мы не развелись в первую нашу ссору. Ну, отчасти он трасс, отчасти, потому что если ссора относит наличие проблемы, и далеко не каждая ссора проблему решает. Если проблему не решить, то она рано или поздно появится в нос. И будет ваше отношение отравлять. Поэтому здесь в какой степени он трасс. Я не знаю, как мне себя сейчас вести. Ну, в идеале, конечно, было бы лучше разобраться со всеми теми моментами, которые я вам сказал, и, исходя из этого, уже решать, что вам делать, как вам себя вести, и так далее. Но пока, пока я могу сказать, что вам нужно вообще перестать с ним взаимодействовать, вам нужно перестать его раздражать, вам нужно просто закрыться в себе, то есть не трогать его, но и не давать ему какой-то обратной связи, и просто следует переоценить вообще ваши ценности, ваши ориентиры, вашу модель поведения, свои мотивы, свои цели, свои ценности, взгляды, и проработать все те конфликты внутренние ваши, которые есть. Вполне возможно, что до беременности, то есть пока до окончания беременности, вас это сделать не получится из-за искаженного эмоционального фона. Да, можно попробовать принимать какие-нибудь препараты по рекомендациям врача, либо на время, что вы будете беременны, либо дать себе установку не взаимодействовать с ним никак, не раздражать его, а с ним договориться, что вы вместе до окончания беременности, и потом скажем месяца два после нее, чтобы вы смогли поработать с психологом нормально, либо вы расстаетесь сейчас, какое-то время живете отдельно, если есть где. Также обязательно нужно и сын поработать с вашим мужем, чтобы понять какие у него проблемы и что наставляет его так себя вести и вообще где как бы не сглаживают слугу. Ну, а в общем именно как вам вести себя сейчас, не трогайте его, не приставайтесь к нему, и только понять, чего вы хотите, что вы хотите от него и почему. Почему именно от него. Вот, то есть, вам сейчас нужно вести себя спокойно максимально, везливо, тактично, ему не докучать и собственно не стукать ссор. То есть, постоянно контролировать на себя и спрашивать, что я делаю, что я говорю, оценивать, что я делаю, что я говорю. Вот, постоянно одергивать себя, сознавать. Сознание, то есть, вести отчет того, что вы делаете, вести отчет вашей активности для того, чтобы постоянно сравнивать эту активность с тем, чего вы по итогу хотите. Если получается наоборот, значит, вполне вероятно, что своих желаний вы не осознаете до конца. Но это уже вопрос вашей личной работы с психологом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры субтитры